Здравствуйте! Я хочу сразу представить моего гостя Олега Александровича Тарабрин. Я буду долго читать его о регалии и не все прочту, потому что закончится передача. Заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор медицинских наук, профессор, член европейских всяких комитетов, которые занимаются обучением, развитием и так далее. Итак, Олег Александрович, здравствуйте! Здравствуйте, Игорь Николаевич! Я начну вот с чего, с вашего решения. Я назвал вашей регалией, а последнюю, так сказать, самую, может быть, для вас лично самую ценную, может быть, это альпинизм. Я не назвал. Скажите, пожалуйста, вот что сложнее в альпинизме, идти вверх по отвесной скале или спускаться вниз? Спасибо большое, Игорь Николаевич. Очень такой неожиданный вопрос, но абсолютно правильный, потому что мы только что три дня назад спустились с гор, мы имели честь быть вместе с командой выдающихся альпинистов Украины. Это было два мастера спорта, два кандидата мастера спорта, которые нас пригласили, нас, так сказать, недостаточно опытных альпинистов, и мы были в одной связке. Но отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что вот мы за неделю совершили такую достаточно большую и активную программу. Мы имели честь восходить на самые большие, высокие вершины в Турции. И хочу вам сказать, что практически все три восхождения можно распределить по времени так. Примерно 4-5 часов восхождения и спуск 9-10 часов. Примерно ровно в два раза больше, потому что это сложнее, ответственнее, потому что ты уже устал, а ты идешь в одной связке вместе со своими товарищами. И самостраховка, и страховка своего друга, она очень важна. Я почему спросил, потому что в политике и в жизни, как бы гражданской, карьерной жизни, все наоборот. Сложнее вверх, а вниз можно скатиться просто. Упасть. Причем очень быстро. Да. Вы, член, являетесь одним из активных членов комиссии по коронавирусу при Министерстве здравоохранения. Во-первых, я хотел спросить, как в Турции придерживаются карантина, мне интересно, и да вы, и телезрителям тоже. Вы знаете, к чести турков могу сказать, что у нас не было ни одного мгновения, может быть, когда мы только находились в горах, вот так мы были и в Стамбуле на пути в горы, и обратно сутки находились, и в городе Кейсери. Там даже невозможно себе представить, чтобы мы были без маски, без обработки рук и так далее. Ну, например, мы позавчера, когда вылетали обратно в Одессу, буквально в 4 часа ночи садимся в такси, выезжаем из города, останавливает полиция, проверяет, чтобы все были в масках. Подъезжаем в аэропорт, не выходя из машины, полиция останавливает и смотрит в маске. Я вам скажу другой пример. Я только сегодня вернулся с защит, уже был вчера в Харькове на защите, где выступал оппонентом на докторской диссертации. Мы садимся в поезд, нас спрашивают, у вас маски есть? Есть. Заходите. Паспорт есть? Есть. Никто ничего не проверяет. Заходите. И в поезде я, к сожалению, не увидел ни одного человека, который находился бы в маске. Показательное. Очень показательное. Поэтому ситуация очень сложная, и я думаю, что она будет усугубляться. Скажите, пожалуйста, вы, являясь одним из разработчиков карантинных мер, в какой-то мере. Как вы объясняете то, что сегодня тестирование практически не проводится, потому что закончились тесты, потому что закончилась необходимая химическая составляющая в лабораториях, ну и так далее, и тому подобное. Таким образом, у нас пандемия, я имею в виду COVID-19, может вообще исчезнуть. По той простой причине, что у нас просто не будет средств для того, чтобы его выявлять. Спасибо. Иронический, конечно, немножко вопрос такой с вашей стороны. Хочу сказать, что являясь членом рабочей группы по COVID-19, Министерство здравоохранения, и нас там 32 человека входят. К сожалению, только 12 являются клиницистами, 7 инфекционистов очень мощных, четверо анестезиологов, ведущих, так сказать, и в том числе я, и один семейный врач. И вот, конечно, это очень мало специалистов, и мы только-только закончили подготовку наших национальных клинических протоколов. Это, например, если сравнить с европейскими странами, где уже есть четвертое, пятое издание за эти полгоны. И тем более, более удручающая ситуация непосредственно с разработкой протоколов и введением туда конкретных лечебных препаратов. То, что касается вакцин, то это тоже вопрос сейчас очень многострадальный, очень сложный. Сейчас многие страны сказали, что они практически подготовили вакцины, но ведущие европейские страны, с которыми я общаюсь практически каждый день представителями, являясь членом Комитета европейского образования в анестезиологии и интенсивной терапии, сказали, что мы не рискнем сейчас применять это, потому что мы не можем это испытывать на людях. Вот когда пройдет нормальное исследование на животных, тогда мы уже будем это делать. То, что касается, третий вопрос, то, что касается отсутствия ПЦР-тестов и ИФО-тестов, для определения. Если, может быть, видели, вчера прозвучало, что в Одессе всего 47 заболевших. Ах, как хорошо! А сегодня, когда начали вчера снова исследование, ведь была экспозиция со 2 по примерно 10 число, не было достаточного количества реактивов, и практически все меньше и меньше каждый день проводили исследования. И мы пришли к тому, что вроде бы ситуация улучшилась. Вчера было 47, сегодня 300 выявленных за вчерашний день заболевших. И летальность очень высокая. Мы сегодня получили антирекорд по Украине 3147 заболевших. Это при всем при том, что у нас не хватает тестов. То есть реальная картина может быть уже десятки тысяч в сутки, и, соответственно, летальность тоже очень большая. Поэтому мы не можем сейчас объективно, к сожалению, судить о той ситуации, которая имеет место. Но, если мы проанализируем ситуацию за последних полтора месяца, то можем сказать, что где-то, и мы это предположили, собственно, в середине августа, что Украина подойдет где-то к 20 числам сентября, где-то к 5000 уже будет. И я думаю, что эта ситуация будет еще усугубляться, к сожалению. Вы только что сказали, и, наверное, это самое важное, что прозвучало, это то, что мы не можем объективно оценить сегодня картину. Просто объективно. Мы не можем принимать меры, которые можно назвать чрезвычайными. Хотя они и называются чрезвычайными, но, в принципе, они чрезвычайно не выглядят действительно. Олег Александрович, вы идете в политику. Вы были в политике. Вы когда были в политике? Я был депутатом Одесского горсовета в 2006-2010 год. Не самые плохие времена с точки зрения депутатства, потому что депутат, он был тогда более-менее свободен и имел возможность встать и высказать свое мнение. И я хочу сказать, что мы были такими иногда достаточно жесткими, к нам прислушивались. И мэр, и совет. Сейчас, когда вы имеете все практически, массу званий, достаточно много интересной действительно работы, когда вы еще можете себе позволить пойти в горы и брать приступом скалы, чего вы идете в политику? Для чего? Я знаю, что правильный. Да, непростой для меня. Почему? Потому что, вы знаете, когда я встретился в июле месяце с Игорем Петровичем Палицей, и когда перед этим накануне Сергей Васильевич Калинчук позвонил мне, я не раздумывая сказал «да». Почему? Потому что все-таки Калинчук для меня большой авторитет, и Игорь Петрович тоже. Игоря Петровича я знаю с тех времен, когда он к нам пришел губернатором в самое непростое время. Это майские события наши, драматические события. Когда я был 2 мая, я осуществлял сортировку этих тяжелых больных и пострадавших, когда 300 человек пострадало. И мы заполнили в тот вечер и в ту ночь полностью еврейскую больницу, часть больницы Водников, 10-ю больницу и так далее, и тому подобное. И поэтому для меня тот человек, который пришел к нам через несколько дней и буквально очень жестко навел порядок, я к нему с определенной симпатией отнесся еще в то время. И когда меня пригласили эти люди, я, естественно, сказал «да». Вы упомянули фамилию Калинчук. Сергей Васильевич Калинчук сейчас объявил, вот буквально недели две тому назад, объявил о том, что он идет в мэры, что он заявляет себя кандидатом в мэры. Он медик, он доктор. У него достаточно удачная медицинская карьера, да? Он достиг достаточно больших высот в медицине. Еще со времен областной больницы, где главврачом, который он был, да, насколько я помню, как это называется правильно? Да, областная клиническая больница, он был главным врачом в течение пяти лет. Пятые, десятые годы. Да, и, в общем-то, вывел ее в одну из лучших больниц Украины, действительно, по оборудованию, по всему. Затем он был организатором нескольких достаточно известных, сегодня я не буду рекламировать, частных клиник, да, он это делал. Все замечательно, медицинская карьера как бы состоялась. Но почему вот вы поддерживаете, наверное, его в этом желании стать мэром, во-первых, а во-вторых, за и против? Какие за, а какие против Сергея Васильевича Каличева? Я сразу вам скажу, у меня нет против. Единственное, что сначала я ответил, да, я буду вместе с вами, когда он сказал, что он такой же, так сказать, он является руководителем штаба. Буквально после я узнал, что он от нашей политической силы выдвигается на кандидата в мэры города Одессы, я полностью его тоже в этом поддерживаю. Почему я так считаю, что это наиболее предпочтительная, с моей точки зрения, для Одесситов фигура кандидат? Потому что мы с Сергеем Васильевичем знакомы, наверное, лет 20 точно. И на моих глазах, я немножечко старше Сергея Васильевича, и я видел его рост и движение как врача-клинициста и как руководителя сначала областной клинической больницы, а моя кафедра располагалась, я стал заведующим кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии в 2008 году, и я пришел туда на эту базу, на базу этой кафедры, и уже в роли заведующего кафедры. И, конечно, а он уже был достаточно опытный руководитель к этому времени. И все наши общения, начиная с пяти минуток, работая в операционной, а я являюсь, чем и горжусь, практическим врачом, я практически каждый день в операционной, мы очень тесно с ним работали, и мне было очень комфортно. Для меня это самый лучший главный врач, я вам сразу отвечу, за всю мою карьеру работы в нашем замечательном городе. И поэтому в 2009-2010 году мы выполнили очень две серьезные программы с Сергеем Васильевичем, мы и наши коллективы, когда был птичий и свиной грипп, когда мы принимали в областной больнице самых тяжелых больных, ведь областная больница – это самая лучшая больница с точки зрения оснащения, кислородной поддержки, 60 коек интенсивной терапии, очень грамотные, опытные анестезиологи, масса дыхательной аппаратуры и так далее. И в марте этого года именно мы с Сергеем Васильевичем говорили, что первая должна принять на себя всю тяжесть этой работы с ковидом именно областная клиническая больница. К сожалению, нас не послушали. Дальше. Сергей Васильевич после того, как в 2010 году закончил свою карьеру главным врачом, он стал заведующим Горздрава. И у нас тоже много. А только-только конденция моя закончилась. Я был секретарем комиссии по здравоохранению, вы напомнили об этом, в Горсовете. Мы очень много сделали в городе, я считаю, на мой взгляд, по оснащению реанимационных отделений, различной аппаратурой, которой необходимо. Мы подготовили абсолютно бесплатно 40 врачей-неонатологов. И вот Сергей Васильевич стал правоприемником. Дальше, в течение двух лет, он работал в Горздраве. У нас было тоже много точек соприкосновения. У меня такое впечатление, что вы не просто хорошо относитесь к Калинчуку, вы его обожествляете несколько. Ну, я бы не сказал. Я просто объективно отношусь. А скажите, пожалуйста, ну вот он занимал разные должности, от главврача до чиновников. Он был, и если вы помните, эти телезрители вряд ли помнят, он был заместителем губернатора. Губернатора одежды. Да, трижды. Подряд. Да, трижды, при разных, так сказать. Начинал у Палицы, по-моему, да? Или у кого-нибудь? По-моему, у Скорика. У Скорика, да. У Скорика, потом, значит, Палица, ну и потом так дальше. Я уже запутался. Немировский, а потом Палица. Да, я запутался в наших губернаторах. Скорик, Немировский, Палица. Это периоды достаточно. Владимир Немировский вообще был буквально несколько месяцев. Три или четыре месяца. Да. До событий как раз. Да, очень быстро, да. Очень быстро он был назначен и очень быстро ушел. Вот, занимая эти должности, у него должно появиться было достаточно много врагов. в том числе и в первую очередь в медицинских кругах. Так ли это? Мне сложно судить. Как-то я не замечал этого. Наверное, он достаточно коммуникабельный и широкий человек. Да, просто медиков действительно при всем при том, что мы всегда говорим, что медицина обижена, как и учителя, да, зарплатами и так далее, вниманием, ну и всем, всем, чем может обидеть государство. Но их много. Поэтому и отношения могут быть совершенно разные. Вы знаете, я хочу сказать, что даже и в том числе, когда он занимал эти высокие должности трижды вице-губернатора, наверное, это была наиболее предпочтительная такая, не столько политическая, наверное, хозяйственная фигура, потому что непосредственно мы, медики, общались посредством главных врачей Сергея Васильевича, потому что он руководил это, но он руководил еще и образованием, курировал тоже, поэтому здесь много точек соприкосновения. Вот как раз это я и хотел вас спросить. Дело в том, что он уже, ну, в общем-то, давно не занимается чиновничьей деятельностью. Он не чиновник, он не занимает каких-то, не занимал в последнее время каких-то чиновничьих должностей, постов, так далее, насколько я знаю. Это правда, да? Ну, не совсем так, ведь он руководил двумя очень мощными проектами медицинскими, это Одрекс создание и Добробут. Да, нет, ну, это медицинский, это медицинский, но он не был там зам, пом и так далее. Ну, я думаю, что достаточно опыт он приобрел уже. Он не занимал никаких таких должностей. Я понимаю прекрасно, что именно то, что он не занимал должностей, во многом, может быть, сыграло и негативную роль в том, что сейчас медицинская общественность нашего города как-то очень разобщена, по-моему. Абсолютно. Абсолютно. Потому что вот эти пять лет, вот эта экспозиция с 15-го года до 20-го года, может быть, с одной стороны, она действительно разобщена, потому что не было такого человека, который бы мог сплотить. Все варились в собственном соку и не самые лучшие руководители, в том числе, были в лечебных, и есть в лечебных учреждениях. Но я еще раз говорю, что я к нему мог спокойно по любому вопросу, по клиническому, по какому-то другому вопросу, по научному, мы много сделали с ним различных научных проектов, мог прийти и говорить. К сожалению, пять лет это было какой-то вот такой вот разобщенности. И я очень рад к тому, что сейчас он снова возвращается, и мы будем снова, надеюсь, и все буду делать для того, чтобы мы имели вот такого руководителя, чтобы мы могли много еще, много сделать в нашем городе. замечательно. Олег Александрович, а что бы вы на себя взяли в случае избрания в депутатский корпус? Я бы спокойно пошел бы работать, как и работал предыдущие пять лет, в комиссию по здравоохранению. А что я еще могу? Я могу работать в здравоохранении, я могу работать в образовании, и там, и там. Готов это делать. Я с удовольствием это... Вы видите, вы видите все сегодня нагоразды нашей медицины. И можно ли помочь на уровне города? Конечно. Я вам скажу, что на примере нашей работы в те годы мы очень-очень много сделали. Во-первых, мы жестко относились ко всем проектам в то время, в том числе и финансовым. Мы их все прорабатывали. Мы смотрели, четко смотрели, какие цены, за сколько закупает город, нет ли превышения, необходимость той или иной аппаратуры. Для чего мы там нужны? Потому что я знаю каждую позицию, то, что нужно в реанимации, в хирургии, в интенсивной терапии. Мы всегда можем посоветоваться с нашими коллегами и друзьями. Я считаю, что у нас работа непочатый край, Игорь Николаевич. Последний вопрос. Скажите, пожалуйста, сегодня медицина как никогда на устах. Да? Ну, сегодня весь мир зависит от медицины. Действительно. Это уже стало фактом. Никогда такого не было. Абсолютно. Последние, может быть, я не знаю, в моем 70 лет я не помню такого предпочтения к медицине, к ее деятельности, к надеждам, связанным с нею. Не отдельных людей, а огромного сообщества, миллионов, десятков миллионов людей. я прекрасно понимаю, я прекрасно понимаю, что это процесс, который очень трудно, наверное, сегодня остановить. Скажите, пожалуйста, какие перспективы у нас все-таки с тем, когда, ну, пойдет, может быть, на спад вот эта пандемия по вашему опыту, по вашим расчетам? И может ли она пойти на спад? Вы знаете, насчет пандемии сложно прогнозировать, потому что мы не дошли еще даже до того переломного момента, когда могли бы сказать, что вот оно закончилось. Мы очень сильно рассчитывали на весну, начало лета, что мы закончим с этого. Мы очень, и мы говорили об этом, мы рано закончили в мае, сказали, что у нас все хорошо, и мы выходим из этого состояния, и в том числе на всех, и правительство об этом говорило, что у нас все отлично, мы мастера спорта по лечению, коронавирусной болезни и так далее, и так далее, когда в Европе вовсю полыхало. Поэтому сложно сказать, когда мы. Я думаю, что, дай бог, чтобы я ошибался, вот то, что я сейчас скажу, я думаю, что мы зайдем в осень и в зиму на пике вот этой коронавирусной болезни, уже не COVID-19, а именно болезни со всеми ее проявлениями. Поэтому дай бог, чтобы мы из нее хорошо вышли, достойно, и с минимальными потерями. Но, несмотря на то, что вот у нас сейчас находится ситуация с карантином, несмотря на то, на это, мы очень много сделали образовательных проектов в онлайн-режиме. И мы много провели, как раз, вот, с одной стороны, это плохо, а с другой стороны, что онлайн-возможности нам дали очень много этих образовательных проектов. Люди к нам тысячами присоединялись и присоединяются, вот буквально мы в сентябре будем сейчас два пятидневных больших проекта международных. Тысячи людей с нами работают в онлайн-режиме. Раньше мы не имели таких возможностей. Вот видите, есть и минусы, есть и плюсы. Ваши прогнозы по поводу выборов. Почему меня это интересует? Вы явно совершенно сторонник одного из кандидатов, а именно Сергея Васильевича Калинчука. Абсолютно. Сейчас публикуются рейтинги. Рейтинги, судя по всему, они не совсем, так сказать, научно обослованы, но публикуют это же обычное явление перед выборами или в период выборов, подготовки, публиковать рейтинги. Калинчук достаточно известен в городе, но его даже не упоминают. Специально или по вашему мнению? Или действительно сегодня его город не знает? Игорь Николаевич, уважаемый, я, к сожалению, может быть, потому что сейчас не был в городе, только-только сегодня приступил к своим выполнению обязанностей, я не видел этих рейтингов. С высокой долей вероятности я понимаю, что Сергей Васильевич настолько сильный кандидат, что может быть сейчас, пока еще наверняка уже те претенденты, кто себя выдвигает, они это понимают, и сейчас еще на волне того, что могут сказать, что это неизвестный кандидат, стараться его, так сказать, не показывать. но объективности ради, я могу вам сказать, что в наших медицинских кругах это широко обсуждается, это приветствуется, я сегодня целый день работал в Одесском национальном медицинском университете, и люди об этом уже знают, и практически все поддерживают Сергея Васильевича. поэтому, если вы меня спросите, что я буду делать в этой ситуации, я сделаю все, чтобы за полтора месяца этот максимально повысить рейтинг нашего кандидата, сделать все, чтобы он был нашим будущим мэром. Спасибо большое, Олег Александрович Тарабрин, доктор медицинских наук, естественно, товарищ Сергея Васильевича Калинчука, ну, наверное, да, так, я не ошибаюсь, я не ошибаюсь, один из самых авторитетных медиков нашего города и Украины, естественно, в одной связке идет с Калинчуком, и естественно, совершенно, что, как альпинист Олег Тарабрин будет страховать, судя по всему, своего друга и лидера. Плечо в плечо. Спасибо огромное, спасибо вам на то, что были с нами, всего доброго, спасибо. Спасибо, дорогие друзья, будьте здоровы. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»!